Как мы добавляем ссылки на слайды? Обычно мы создаем новую надпись, текстовый блок, вставляем адрес нужного нам сайта и получаем вот такую вот строчку. Не всегда это смотрится красиво и аккуратно. Поэтому сейчас я покажу три способа, которыми ссылку можно оформить намного аккуратнее. Скопируем ее в буфер обмена и удалим весь текст. Создадим новую надпись и напишем что-то вроде источник изображения, то есть осмысленный текст. Теперь выделим, но не вот так текст целиком, а щелкнем по его рамке, чтобы она стала сплошной. И во вкладке «Вставка» найдем иконку «Ссылка», там где мигает курсор. Вставляем из буфера обмена адрес сайта, нажимаем кнопку «Ок». Теперь, если навести курсор, мы увидим, что появляется всплывающая подсказка с адресом ссылки. И если мы перейдем в режим просмотра презентации, в режим показа, то увидим, что двигая курсор и наводя его на текст, у нас появляется всплывающая подсказка. Следующий способ. Мы точно так же добавим нашу ссылку в буфер обмена, но вместо нее напишем не текст, а вставим фигуру. Например, внизу есть сразу готовые управляющие кнопки. Мне нравится вот такая вот со значком информации. Размещаю ее в уголке слайда, и у меня автоматически появляется окно, куда нужно ввести адрес. Перейти по гиперссылке из выпадающего списка адрес URL, и я просто вставляю скопированный ранее текст. Точно так же при наведении курсора будет появляться подсказка, а саму кнопку можно попробовать изменить. Например, перекрасить, сделать меньше, поменять в ней изображение. Третий способ. Когда мы вместо того, чтобы делать ссылку на каждом конкретном слайде, мы создаем еще один, и на нем перечисляем всю необходимую информацию. Например, вот так. У нас есть ссылка. Вот она интерактивна. На нее можно кликнуть и перейти дальше, раз она подсвечена синим цветом. И перед ней мы поставим сноску. В квадратных скобках цифру 1. Точно так же оформим все остальные нужные нам ссылки. А теперь перейдем на слайд, и вместо надписи точно так же поставим здесь сноску. Можно поменять шрифт, сделать ее покрупнее и позаметнее, чтобы она сразу бросалась в глаза. Если вы хотите, чтобы эта сноска была интерактивной, поступаем точно таким же образом. Выделили рамку, чтобы стало сплошной. Перешли в меню «Вставка», «Ссылка». Но теперь не адрес здесь вводим, а выбираем место в документе и указываем слайд, на котором у нас список всех источников изображения. В окне справа можно предварительно посмотреть и убедиться, что вы все настроили правильно. Точно так же при наведении мышкой появляется подсказка, только теперь не адрес сайта в интернете, а номер слайда, на который будет осуществлен переход. Продолжение следует.